Наблюдатели Промолекс зафиксировали более 600 нарушений в ходе выборов. Большинство из них касались тайны голосования, а именно фотографирования бюллетеней из 60 случаев. Также было установлено, что от имени некоторых кандидатов предлагали деньги, чтобы убедить граждан проголосовать определенным образом. Более того, даже наблюдателям от Промолекс предлагали продать свой голос, принимая их за избирателей, рассказывают представители организации. По их словам, суммы варьируются от 400 до 3000 леев. По словам главы наблюдательной миссии Николая Панфила, на 14 часов в ходе президентских выборов и референдума было зарегистрировано 658 инцидентов, большинство из которых к тому времени уже были проанализированы Промолекс. Значительная часть нарушений касалась тайны голосования, то есть фотографирования бюллетеней или демонстрации бюллетеня с отданными голосами. Итого 60 таких случаев. Также было зафиксировано еще около 20 случаев присутствия избирательных материалов, плакатов и предвыборных рекламных панно на участках для голосования или в радиусе 100 метров от них. В то же время на двух избирательных участках, открытых в Российской Федерации, в помещении молдавского посольства в Москве наблюдатели Промолекс зарегистрировали шесть попыток повлиять на голосование, а именно распространение слухов, попыток или даже конкретных ситуаций материального или денежного вознаграждения, предлагаемого избирателям в радиусе 100 метров от избирательного участка. Также было зафиксировано несколько случаев нарушений в ходе голосования со стороны граждан из Приднестровского региона. На левом берегу Днестрана, избирательных участках номер 18 и 19 в Качиерах, группа молодых избирателей, организованно ехавших с избирательного участка, обсуждала, что им заплатят деньги за голосование. На участке номер 8 в Арнице, в 100 метрах от избирательного участка, группа молодых избирателей искала транспорт, который привез их на избирательный участок, обсуждая, что они проголосовали против одного кандидата, за другого кандидата в бюллетени, а за это им пообещали тысячу леев. Более чем в 20 случаях выявлено несанкционированное нахождение людей на избирательных участках или вблизи них. Другой вид правонарушений связан с необоснованным групповым голосованием, свыше 30 случаев. Панфил сообщил еще о 31 правонарушении, которое он классифицировал как «другие». На шестом участке в Тараклии человек хотел разрезать бюллетень ручкой, а второй бюллетень попытался унести домой. Члены бюро вмешались, и человек проголосовал в соответствии с процедурой. Также в Гагаузе участок 30 избиратель проголосовал на президентских выборах, но при этом намеренно испортил бюллетень для референдума. Участок 212 – Кишинев-Рыжкановка. Избиратель пытался вынести бюллетень для референдума с избирательного участка. Председатель остановил ее и сказал, чтобы она опустила бюллетень в урну для голосования. В селе Сенатовка наблюдатели обнаружили, что некоторым людям обещали вознаграждение в 400 леев за голос и 100 леев на транспорт. В Качиерах возле избирательных участков номер 18 и 19 группа из трех человек обсуждала сумму в 2-3 тысячи леев, обещанную одну из политических партий за отданные голоса. Что касается организованного подвоза избирателей, то было зафиксировано три таких случая. Один в столичном секторе Баюканы, второй на левом берегу Днестра и третий в Чемишлии. При этом, говоря об организованной транспортировке, промолекс ничего не сообщил о появившихся в социальных сетях кадрах, на которых десятки граждан привозят на голосование, в частности в румынском городе Сучава, а также в некоторых регионах Италии. Промолекс также отмечает, что свыше 350 избирательных участков были переполнены с 9 утра и до полудня. Глава наблюдательной миссии Николай Панфил заявил, что имена электоральных конкурентов, подозреваемых в совершении незаконных действий, будут объявлены в понедельник после окончания выборов, чтобы не нарушать действующее законодательство. В день выборов промолекс делегировал по одному наблюдателю на 614 избирательных участков, отобранных на основе выборки, проведенной социологической кампанией. Особое внимание будет уделено избирательным участкам за рубежом, куда делегирован 91 наблюдатель. Промолекс просит граждан Молдовы, которые заметили нарушения, допущенные во время президентских выборов и конституционного референдума, сообщать о них наблюдательной миссии по адресу электронной почты или по номеру 068-4383-23, а также через Viber, Telegram или WhatsApp, которые доступны по этому же номеру.